Президент страны заявил об увеличении объема поддержки сельхозтоваропроизводителей на 4,5 миллиарда рублей. На совещании, где обсуждалась ситуация в аграрном секторе пищевой промышленности, Владимир Путин подчеркнул, что это станет дополнительным ресурсом для развития села. Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов прокомментировал это решение в своем инстаграме. Что важно для нас с вами? Один из главных вопросов – сбыт продукции фермерских хозяйств. Проблема общая. Государство должно здесь подставить плечо нашим товаропроизводителям, сказал президент. Нужно поддержать деловую инициативу на селе, предприимчивых людей, которые умеют и любят работать на земле, создают новые рабочие места. Также президент поручил Минпромторгу с Минсельхозом проработать дополнительные меры по расширению сбытопродукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Он подчеркнул, что ярмарок торговых площадок, куда можно приехать и продать свою продукцию, должно быть больше. И не где-нибудь на отшибе, а в удобных местах, чтобы было удобно и покупателям, и продавцам. Аграрии нашей республики, как и по всей стране, в прошедшем и нынешнем году активно пользуются субсидиями закупки отечественной техники. Президент предложил увеличить объем этой поддержки на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития. Также он озвучил решение докапитализировать Росагролизинг на 6 миллиарда рублей, что позволит представить аграриям дополнительно около полутора тысяч единиц техники. Здесь нужно отметить, что последние два года аграрии Чувашской республики активно пользуются инструментами Росагролизинга. Обсудили на совещании вопросы работы предприятий, а пока в текущей обстановке. Главами сельхоза России Дмитрий Патрушев попросил президента разрешить пролонгацию действующих льготных кредитов аграриям. Ведь ситуация со снижением покупательского спроса негативно отражается на экономике предприятий аграропромышленного комплекса.